В Кыргызстане медикам повысили оклад. Однако стопроцентное повышение заработной платы работников центров семейной медицины касается лишь тех, кто имеет сертификат семейного врача или врача общей практики. Например, Апия Исмаилова работает врачом уже более 20 лет. С 1 апреля она начала получать уже увеличенную оплату труда. Врачи, которые только закончили, у них оклад 5 тысяч. Вот им тоже заработную плату 100% повысили. И на руки сейчас, если подоходные все, когда удерживают, они на руки получают 8 тысяч. Но это просто 8 тысяч. Там у нас еще помимо того, что заработную плату повысили, есть еще КТУ, коэффициент трудового участия. Исходя из показателей, то есть если врач выполняет свою работу хорошо, коэффициент трудового участия могут добавить. За одну добавленную единицу оплачивается около 2000 сомов. Плюс к этому учитывается выслуга лет и высшая категория. При этом с недавних пор убрали индикаторы, по которым медики работали ранее. Что еще лучше стало, когда мы по индикатору работали, у нас увеличились показатели гипертонической болезни, сахарный диабет, пневмония у детей. Потому что, чтобы индикатор выполнить, мы должны были не одного там больного выявить. Допустим, пять человек – это одна сумма была, там десять человек – другая сумма. После повышения базовый оклад увеличился с 5000 до 10 тысяч сомов. Все другие действовавшие надбавки за стаж, категорию и сельскую местность сохранены. И сейчас в среднем зарплата по стране у семейного врача составляет 17,5-18 тысяч сомов. Однако молодой специалист, не имеющий стажа и категории, будет получать около 10 тысяч сомов. А с вычетом всех сопутствующих сумм выходит почти в два раза меньше. И получается, что обещают они одно, обещают они повышение зарплат, звучит это так красиво, 100% повышение. Потом они говорят, вон, они в среднем получают там 24 тысячи. Но где 24, когда 4 тысячи. И это молодые. Потом они же обещали поддержать молодых, чтобы те удержались на первичном звене. Так вот, эти оба квитка – это молодые люди, молодые врачи. И вот они столько получают. При этом и Фонд обязательного медицинского страхования не отрицает, что повышение оклада было сделано для того, чтобы привлечь молодых специалистов, поскольку именно они лишены надбавок за стаж и квалификацию. К сожалению, сегодня при потребности свыше трех тысяч семейных врачей по стране у нас работает чуть больше двух тысяч живых физических лиц. Нам крайне не хватает семейных врачей, которые в первую очередь обеспечивают самую первую доступность населения к медицинской помощи. Стоит отметить, что повышение оклада касается только семейных врачей. Зарплаты остальных работников сфер здравоохранения и культуры планируется повысить на 50% с 1 июля.